МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Тема дня» в студии Кристины Матвеева. Здравствуйте! Что сегодня можно назвать популярной музыкой? В топе ли классика? И жив ли русский рок? Об этом сегодня расскажет мой гость. Руководитель школы рока «Андеграунд Рок Скул» Ярослав Голь-Заузер. Здравствуй, Ярослав! Добрый день! Спасибо, что ты приехал. Ну что, жив русский рок? Я думаю, да. Есть много разных мнений по этому поводу. Но я считаю, что да. Много поклонников на сегодняшний день именно вот этого движения? Или все-таки их недостаточно, на твой взгляд? Ты как основатель наверняка знаешь. Есть люди, которые ценят истинную музыку? Я не сомневаюсь, что есть. Мы не всегда их напрямую можем увидеть, отследить. Но посмотрите по, опять же, крупным фестивалям. Всегда есть публика. Десять лет школе рока. Уже десять лет ты являешься основателем, руководителем. Расскажи, пожалуйста, кто люди, кто эти ребята, кто приходят, чем они тебя удивляют? И вообще, как это все происходило, если начинать с самых азов? Ну, прежде всего, кто приходит. Основной контингент – это, наверное, подростки от 14 лет. Но в то же время мы видим, что последние годы четыре, наверное, пять, очень много взрослых людей приходит на обучение. Видимо, освободилось время, появились средства, и пришло время осуществлять детские мечты. Чему вы обучаете в школе? Прежде всего, мы учим играть на музыкальных инструментах. У нас восемь направлений. Учим петь. Запустили мы года три-четыре назад направление по детскому музыкальному развитию. Такой очень любопытный курс. Детям очень нравится. Ты говоришь восемь инструментов. То можешь ли ты их перечислить? И что это значит, что люди, дети, подростки, вот все ученики могут прямо по нотам все вот уже ориентироваться и спокойно исполнять какие-то композиции? Мы обучаем игре на акустической гитаре, электрогитаре, бас-гитаре, укулеле, клавишное, ударное, вокал. И как раз курс детское музыкальное развитие, где ребята проходят сразу несколько инструментов и изучают, чтобы впоследствии уже перевестись на профильное направление и изучать какой-то один инструмент. Нашу систему обучения мы адаптируем, понимая, что нотная грамота необходима, но, на наш взгляд, не в самом начале. Сначала нужно человеку научить владеть инструментом, дальше у него самого появится интерес понимать глубже, что он делает. А с музыкальным образованием ребята приходят? Приходят. Многие приходят с музыкальных школ с таким запросом, что в музыкальной школе все-таки... Рамочное обучение? Ну, скорее, да. И система-то устоявшаяся, она сложно очень меняется. Мы в этом смысле адаптируемся быстрее, и мы изучаем более современные направления, в отличие от музыкальных школ. Но рок – это всегда вот такая настоящая музыка, без всяких фанер. Вот скажи, какие изменения, на твой взгляд, за последние 10-15 лет пережил, претерпел наш российский рок? Вообще, недавно смотрел интервью с Градским, и он высказал такое мнение, что русский рок – это просто удобное название, что то, что происходит здесь, это не совсем рок. Ну, это оставим, пусть это мнение существует. Что происходит здесь именно, имей в виду в Россию? Да, в России, что русский рок – это просто удобное понятие. На самом деле, вижу, что технически все стало намного совершеннее. Если мы вспомним, что было там 10-15 лет назад, действительно все стало, как сказать... Технологичнее. Да, технологичнее. В смысле именно музыкальной составляющей, литературной направляющей, мы видим, что все направления музыкальные стали проще. И тексты стали проще, и музыка, ну, скорее, более доступная для понимания. Я бы даже сказал, незамысловатые тексты. Да, да, можно и так сказать. Но это все равно остается рок. Пусть будет так. А почему тогда, в чем же тогда разница рок-музыки от поп-музыки? На самом деле, когда человек, допустим, приходит к нам учиться с нуля, тут еще очень далеко до разделения по направлениям. То есть, ваша задача, самое главное, научить человека. Научить, да. Дальше он уже определится, что он хочет играть, петь. Мы не ограничиваем, мы зачастую даже спрашиваем, ребята, что хотели бы изучить. И из того, что ребят нам предлагают, мы выбираем, что считаем правильно в настоящий момент. Вот, хотел, кстати, задать вопрос, что чаще всего выбирать, каких исполнителей. Есть же такие вот какие-то установившиеся кумиры, да, вот в русском роке, которых вот хотят всегда и во всех концертах исполнять. Вот такие песни, которые вот невозможно просто не петь. Безусловно, есть классика, Цой, Сплин, Алиса и так далее. Шевчук. Шевчук всегда, везде, на каждом концерте обязательно что-то звучит. Но в то же время очень много современных исполнителей, ребята нам же приносят, так сказать, для изучения. И мы благодаря им видим и понимаем, что происходит в музыкальной сфере, да, нового такого. Ну, просто вот по возрасту, мне там в 40 лет, я, наверное, никогда бы не столкнулся с молодыми исполнителями нашими российскими. Но благодаря вот ребятам мы это видим, слышим и понимаем. То есть они приходят с каким-то новым течением, и вам тоже это интересно изучать. Да, и нам тоже это интересно изучать. Среди молодых исполнителей очень много интересных авторов, на самом деле. Ну вот если брать в расчет, допустим, вот известных рок-музыкантов, там, высокого уровня, да, то они, конечно, в толпе не затеряются. А если вот у твоих ребяток, вот кто-то так поражал тебя своим талантом, умением играть на гитаре, вот харизмой вот этой какой-то сценической, вот артистизмом сценическим, вот были такие? Безусловно, безусловно. У нас были примеры, когда годовой наш курс кто-то проходил за полгода, и мы понимали, что вот в курсе, например, акустической гитары, он уже наш курс прошел, и он шел дальше, например, на электрогитару. Мы видим, знаем, что наши ребятки поступают после нас в музыкальные колледжи, и как раз молодой человек, который вот за полгода прошел годовой курс, недавно поступил в Гнесинское училище в Москве. То есть гордость какая для вас? Да, нам есть чем гордиться. Причем это один из моих первых учеников, и мне очень радостно, что я приложил к этому свои усилия. Ну, Ярослав, ты как руководитель наверняка тоже играешь сразу на нескольких инструментах. Я слышала, как ты играешь на гитаре, да, здесь вопросов нет. Какие еще? В основном струнные. Гитара, электрогитара, бас-гитара. Могу на укулеле сыграть, совершенно не дружу с клавишными. Ну и... Барабаны. На дилетантском уровне. Не мой инструмент. Мои все-таки больше струнные. Ярослав, вот такие фестивали, как «Рок над Волгой», «Нашествие», они в свое время так хорошо собирали публику, поклонников «Рока». Что-то подобное сейчас проводится, и на каком уровне проводите свои фестивали вы? Ну, насколько я знаю, «Рок над Волгой», по-моему, до сих пор существует. Появились несколько фестивалей, вот сейчас даже название не вспомню. Но мы понимаем, что в современной реалии, ковидной, да, очень много ограничений, и некоторые фестивали, ну, все-таки приостановили свою работу. Мы в этом смысле пропустили только один сезон, 20-й год. Мы в Челнах делаем «Рок фестиваль» на праздник «День молодежи», и вот только 20-й год мы пропустили. К нам приезжают команды, вот в последние годы мы смотрели, считали, с 12 городов России к нам приезжали ребята. Сейчас, опять же, в эти времена часть конкурса проходит в онлайне, но все-таки на «День молодежи» в этом году мы все равно провели фестиваль, было очень много народу, было очень интересно. Ну, у вас круг ваших поклонников с каждым годом все больше. Я знаю, что начинали там с одной площадки, а сейчас их намного больше в Челнах. Да, да. Кроме, опять же, рок-фестиваля, мы запустили фестиваль уличной музыки. Там суть фестиваля в том, что любой может быть участником. Там главное пройти минимальное прослушивание, чтобы понимали, что человек попадает в ноты и хотя бы на троечку играет. И начинали мы с двух площадок в Челнах. В этом году уже, по-моему, пять площадок мы освоили, и одно мероприятие провели здесь, в Нижнекамске. Да, да. Очень понравилась здешняя публика. Видно, что, может быть, нечасто здесь проходят такие вещи. И даже умудрились провести одно мероприятие на крыше IT-парка в Челнах. Да, то есть это прям по-роковски. Да, проект растет, и гостей больше с каждым годом. Площадок больше. Я надеюсь, что здесь мы очень хорошо пошумеем в Елабгу, задействуем. Расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, наверняка интересно узнать. Вот сейчас открылась школа в Нижнекамске. Расскажи, что это за школа, где она находится, и вот сколько уже ребят на сегодняшний день посещают ваши занятия. Мы здесь запустились, насколько я помню, где-то в середине октября. Находимся мы на Химиков 58Б. В настоящий момент, по моим представлениям, около 50 учеников уже в школе. То есть уже 50? Да, да, да. Очень быстро народ приправляется, потому что это что-то новое для Нижнекамска, и, несомненно, вызывает интерес. Кто чаще всего приходит на занятия? Мальчики или девочки? Мужчины или женщины? И с чем это может быть связано, на твой взгляд? Я для себя обратил внимание, что, опять же, допустим, на гитару больше приходят парней. На вокал, на клавишные больше все-таки приходят девчонок. С чем это связано? Я не знаю. Просто это вот мое наблюдение, что струны – это в основном парни. Вокал, гитара – это больше девчонки. А если смотреть, например, направление ударное, то там, скорее всего, даже пополам. То есть и девочки тоже как бы… Конечно. Мне всегда казалось, что барабан – это чисто мужской такой инструмент? Нет, нет, на самом деле нет. Тут вообще я бы не разделял мужской и женский инструмент. Да, мы видим, что на гитару больше парней идет, на вокал там больше девчонок. Но, тем не менее, есть девчонки у нас, например, в Челнах, которые участвуют в каждом концерте, играют на гитарах, и все нормально, все замечательно. Сколько по времени длится курс, и что это за такой экзамен ребят ждет в конце, когда вот вы уже можете доверить им какое-то? Либо мероприятие, либо это сдача там с кучей педагогов, которые говорят, ты плохо сыграл, ты хорошо сыграл. В основном всем, кто приходит с нуля, мы рекомендуем рассчитывать как минимум на год обучение. Мы рекомендуем заниматься каждый день. Педагог все расскажет, покажет, объяснит. Задача человека – просто каждый день это повторять. Как такового прямо глобального экзамена нет. Мы это делаем немножко в другом режиме. Мы ежемесячно проводим отчетные концерты, и ребята, участвуя в концертах, накапливают свой личный концертный опыт. То есть на концерте участвуют как опытные музыканты, так и вот ребята, которые только-только приступили к музыке. Да, все правильно. И преподаватели участвуют, и ученики делают номера, и совместные номера получаются, да, и сторонних музыкантов мы тоже приглашаем, чтобы ребята видели, что есть чуть другой уровень. В таком случае поделись секретом, где ближайший концерт в Нижнекамске, чтобы наши телезрители могли прийти посмотреть на наших нижнекамских талантов. И в Нижнекамске, и в Челнах, и в Елабыге. Мы, скорее всего, проведем концерт где-то ближе к Новому году. Пока еще смотрим, ищем площадки. Ну, правильнее подписаться на наши соцсети, там мы всегда выкладываем саму актуальную информацию. Ну, то есть следите за афишами, да? Да, да, следите за афишами, все обязательно будет, вся информация будет. Если говорить о тебе как о руководителе, то здесь, наверное, сложно сказать, да, что и кого ты конкретно любишь. Вот расскажи, есть какие-то у тебя музыкальные предпочтения? Ну, скорее нет. Всеядный? Да, больше всеядный, да. В своем творчестве у меня есть определенное направление, но в том, что я потребляю, так скажем, в музыкальном плане, у меня нет особых предпочтений. Мне даже интересно, что приносит молодежь. То есть ты за все новое? Обязательно, обязательно за все новое. Да. Если говорить о этапах становления школы рока за 10 лет, вот какие особо важные моменты ты бы выделил для себя лично, и вот для того, как вы начали и насколько сильно вы уже развились и ушли вперед? Самый первый, наверное, важный этап – это когда мы с помещением в молодежном центре, которое было не очень большое, переехали вот в первый свой, так скажем, филиал самостоятельный. Да, мы даже на этапе ремонта уже называли это домом. Там уже было больше классов, там мы смогли создать условия совсем другие. Это вот был первый важный этап. Второй, когда мы, наверное, приняли решение, что из одного филиала пора уже разрастаться, и мы открыли второй филиал в набережной Челнах на ГЭСе. Это вот вторая такая ключевая точка. Дальше, наверное, оно больше уже понакатано. Ты знаешь, как открывается филиал, ты знаешь, как зайти в другой город и так далее. Но основные – это все-таки первый переезд, потому что молодежный центр – это все-таки муниципальное помещение. А здесь мы переехали в свой, так сказать, собственный дом, где мы полностью за все отвечаем, полностью всеми процессами рулем. Ребята, которых можно назвать выпускниками вашей школы, они вот, у них вот закончились занятия, надо же уже, наверное, идти дальше куда-то двигаться. А есть такие, кто остался и вот говорят, хочу быть с вами, хочу быть в дружной семье и никуда не пойду? У нас очень много ребят, которые длительное время с нами, два-три года иногда уже бывает, что мы не совсем представляем, что с этими ребятами делать. Но им клево у нас, они не хотят уходить. И вот была группа, которая существовала там три года на территории школы. Они во всех концертах участвовали, хороших результатов ребятки достигли. Ну, в любом случае, когда-то они заканчивают, допустим, школу, разъезжаются, да, несомненно. Ну, и взрослые часто по несколько лет к нам ходят. То есть это непрерывный процесс. Учиться можно всю жизнь. И мы учимся вместе с ними. Мы точно знаем, пока человек преподает, он, несомненно, растет в профессиональном плане. Это может быть очень долго. Если говорить о поддержке, то есть не о поклонниках, которые говорят, мы с вами, мы придем обязательно на концерт, а вот именно со стороны, допустим, людей, которые помогают с помещением, помогают с концертами, с продажей билетов. Есть такая поддержка? Безусловно. У нас и наши ребятки, ученики, откликаются по первому зову. И за 10 лет много накопилось таких людей, которые тоже отзываются по первому нашему слову. Помогают где-то и финансово, где-то в организации, действительно, где-то в помещениях, в поиске новых площадок. Какие-то люди сами на нас выходят, как получилось с Этипарком. У нас не было такой мысли нам предложения. Мы поняли, что мы не можем отказаться от такой идеи. Ну, конечно. Да. Очень много людей. Скажи, пожалуйста, 10 лет, хорошая такая юбилейная дата. Есть какие-то планы на ближайшие еще 10 лет? Кого будете покорять? Как будете расширяться? Ну, конечно же, хотелось бы по Татарстану еще поплотнее расшириться, так скажем. Мы обратили внимание, что в среднем филиал в год получается. Последние несколько лет стабильно раз в год у нас открывается новый филиал. Сначала Татарстан, дальше, возможно, франшиза. Ну, будем смотреть. Не строим прям таких далеко идущих планов. Как-то оно само собой происходит. Но определенно цели есть. Да, цели есть. Ярослав, я прошу тебя сейчас обратиться к нашим нижникамцам, потому что у нас очень много талантливых, активных, музыкальных ребят, которые, может быть, не слышали еще про вашу школу и хотели бы свои возможности попробовать на гитаре, на барабанах и на других музыкальных инструментах. Поэтому обратись к ним и пригласи в свою школу. Да, безусловно, всех от 7 до 65 лет приглашаю в нашу школу. Приходите, будем знакомиться, будем делать концерты, будем шуметь, будем поднимать культуру города, Татарстана, будет все здорово. Ярослав, спасибо большое, что ты приехал в нашу студию, рассказал все интересное про все, что ты знаешь о музыке. Я думаю, что большую часть нашей талантливых музыкантов узнают лично от тебя, когда придут на твои занятия. Спасибо большое. Взаимное спасибо. Это была программа «Тема дня» и мой гость из набережных Челунов, руководитель школы рока Underground Rock School Ярослав Гользаузер. Слушайте правильную музыку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова